Дорогие друзья, я всех приветствую. Ответы на вопросы очередные. Зрительница Надежда. Хочу спросить, что в ближайшее время хочу поменять кухонный гарнитур, но не знаю, что делать с вытяжкой. Дело в том, что я ей не пользуюсь. Если что-то пригорает или много пар, открывает человек окно. И хотела бы поставить вместо этой вытяжки, по-прежнему хочет ей не пользоваться, хочет поставить вместо вытяжки шкаф. И можно ли так делать? Подскажите, обязательно ли нужна вытяжка над плитой? Надежда. Но я со своей стороны, как я это вижу, хочу и отвечу так, что вытяжка над плитой должна быть обязательно. Моя точка зрения. Я прекрасно знаю, что многие без вытяжки на кухнях живут и готовят. У меня тоже был период, когда я... Ну, у меня просто, так сказать, по принуждению. Не было вытяжки на кухне и всё. Тут как хочешь. Вытяжка на кухне нужна. Если вы обращали внимание в моих видео, когда вытяжка включена, прям весь пар идёт вот сюда, прям туда, в трубу улетает. Ещё вытяжка даёт. Какие плюсы вытяжка? С вытяжкой остаются... С рабочей, с нормальной вытяжкой остаются чистыми ваши фасады и всё вокруг очага приготовления. Она удаляет пар, который в себе содержит... Мы начинаем что-то жарить, тушить или варить, идёт пар. Этот пар в себе содержит, помимо просто того, что это частички продукта, это ароматические всякие молекулы в паре. Всё это всё. Аромат, масла, жиры. Жиры. Это всё содержится в этом паре, который удаляется вытяжкой. Если он не удаляется, он оседает у вас на потолке, на стенах, на обоях, у кого обои и так далее. Для этого нужна вытяжка. Потом она не даёт всю квартиру всей этой ароматикой забивать. Это всё будет осаждаться на мебели, на одежде и так далее. Поэтому вытяжка нужна. И опять же, да, это ваше здоровье при готовке. То есть, чем у вас больше удаляется вот этого всего излишнего пара, влаги и тепла, тем вам комфортнее просто работать и готовить. Все живут в разных домах, и с этой вытяжкой большое количество нюансов. Если у вас идёт купол с мотором, который напрямую в трубу выгоняет, если вы живёте в собственном доме, вы можете это сделать, то у вас просто идеальные условия для отвода. Если вы живёте в многоквартирном доме, тоже важно, какая там труба. Значит, ваши... Потому что многоквартирные дома, да, это, как правило, один стояк какой-то, куда вот подводы из всех квартир. Если этот дом старый, вот это всё забито, там пылью просло и так далее, и так далее. И эффективность отвода, да, если её никто не чистит, ухудшается. И часто бывает так, что люди покупают мощную вытяжку себе на кухню, ставят её, выводят в трубу, а труба не пропускает то количество воздуха, которое вытяжка выбрасывает. Вот. И это всё идёт к соседям. Вот. Чтобы, например, вытяжка способна обрабатывать там 90 кубометров в час воздуха, выкидывать. Но тогда вам и на кухню должно поступать, как минимум эти 90 кубов в час поступать. То есть кухня должна быть проветривая, а приток воздуха на кухню должен быть. Иначе как она будет выбрасывать? Много нюансов. Есть выброс, есть рециркуляция через угольный фильтр. То есть в данном случае вот у меня стоят вот здесь вот просто такие решётки, которые здесь такая решётчатая какая-то сложная структура из сеток. Вот она держит, она на себе жир задерживает, потом эту сетку просто в посудомойке моешь, ну или не в посудомойке, не важно. Вот. Есть угольные фильтры. Угольные фильтры задерживают в себе как раз вот то, что я говорил, все эти частички, запахи, гарь, жир, всё вот это вот. Но его надо менять. То есть выкинул, поставил новый, выкинул, поставил новый. С этим сложнее, потому что если вы купите какую-нибудь там такую вытяжку неизвестного производителя, где вы потом будете эти фильтры брать. Вот. Но тем не менее в некоторых случаях рециркуляция только спасает. Если у вас некуда отводить вот это вот всё, вот, или там трубу далеко тянуть там, или ещё что-то, да, то берите вот угольный фильтр и меняйте, вот. И по крайней мере вы избавитесь от жиры и запаха. Значит, ну вот можно без неё, ну можно, но тогда всё это будет у вас на кухне. Вы сейчас готовите без неё, вы прекрасно знаете вашу обстановку. Вот. Открывание окна, как правило, не поможет, потому что при открывании окна, наоборот, в квартиру всё идёт. То есть туда ничего не пойдёт наружу. Вот такие дела, Надежда. Надеюсь, смог вкратце, вкратце. Мы сейчас не говорим там о параметрах вытяжки, как её подобрать, диаметр, труп и так далее. Это всё отдельного видео вообще тема. А в принципе вот нужна, не нужна. Моё мнение однозначно нужна. Вот. Есть вытяжки, знаете, вот у меня над этой вытяжкой ничего нет, а можно сделать тут шкаф повесить и в шкаф встроить вот не такую лошадь, как у меня здесь стоит. У меня плита 60, а вытяжка 90, чтобы вот со всех сторон забирать. Вот. А шкаф 60, в нём встраивается вытяжка под этот шкаф. Вот так, чук, такой выдвиженец такой получается, когда готовите. Она тоже вполне, вот у меня у знакомых такая вытяжка стоит, вполне себе затягивает хорошо всё, справляется со своим вопросом. Вы получаете и шкаф, и вытяжку. Конечно, этот шкаф, 50% шкафа будет там труба, да, мотор из-под этой вытяжки. Но 50%, тем не менее, у вас остаётся на всякие баночки там и так далее. Вот. Дополнение. Надеюсь, на вопрос какую-то ясность дал. Как всегда, всем желаю категорического здоровья и отличного настроения. И увидимся скоро в новых роликах, дорогие друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok